Калужские дворы с разбитым асфальтом, неорганизованной парковкой и самодельными объектами благоустройства постепенно уходят в прошлое. Качество строительных работ напротив растет на глазах, отмечают городские депутаты. Акты приемки, как это произошло и сегодня, все чаще подписываются жителями с первого раза, без замечаний. Чем порадовали калужан-подрядчики на этот раз, расскажет Ирина Сидорова. Ровный асфальт, просторный паркинг и даже обточенные бордюры для безопасности людей и автомобильных шин. Подрядчик, взявшийся вдохнуть вторую жизнь во двор на Мичурино-40, ко всем пожеланиям жителей отнесся ответственно. Как бонус садоводам-любителям привезли под окна свежей земли, чтобы на месте былой разрухи зацвели пионы и лилии. Двор был ужасный, конечно, ужасный. Состояние были огромные лужи, огромные ямы. По въезду подойти было невозможно. Можно спотыкаться, падать и так далее. Приехали подрядчики, делали добросовестно. Очень качественно, очень качественно сделано. На моей памяти это один из лучших дворов на сегодняшний момент. Вот как он сделан, по качеству и без замечаний. Вот он принят сегодня. Подрядчик постарался сделать и землю, завез и даже травку посеял, покрасил бордюры. Есть такой вот, не пострадали и кустарник, который жители тут сажали. В общем, получился такой баланс хороший. Двор на Никола Козинской преобразился для жителей сразу двух домов. Этого момента здесь ждали более 10 лет. После ремонтных работ в нашем подъезде здесь было вырыто кабеля и, соответственно, все. С этого все началось. Дождь, снег, все любые непогоды. Все вымывалось, из подъезда нельзя было выйти. Полностью нам заменили асфальт, бордюры. Есть возможность нормально парковаться автомобилем во дворе. Оставлена без повреждений детская площадка. В принципе, мы всем довольны. Пока взрослые радуются текущим метаморфозом, будущее экологии задумывается о своем благополучии. С вопросом, когда же во дворе появятся новые горки и качели, юные горожане обратились к местному депутату. Вячеслав Лаврицов, подрастающий электорат, обнадежил. Сегодня задавали такие вопросы. Мы беседовали с юными жителями этого двора нашего города. Я так думаю, что в этом году мы постараемся их пожелания, которые они нам высказывали, осуществить и воплотить в жизнь. Детскую площадочку мы, я думаю, в силах постараемся это сделать. Брать пример с младшего поколения. Быть строже и требовательнее призвал глава управления городского хозяйства Константин Горобцов. Тех, кто от радости, не глядя, подписал акт о приемке. Подрядчики должны привыкать работать в команде с управляющими компаниями, чтобы долгожданный день не омрачили недочеты ни с одной стороны. Покос травы, уборка мусора, покраска бордюра, уборка вот этих вот разбитых элементов благоустройства в виде лавочек. Управляющую компанию вместе с ЖКХ тогда в протокол запишите, заставить, расклепить, объявления все убрать, перила подъездом покрасить. И тогда можно будет разговаривать о приеме. С началом строительного сезона завершено, проверено и принято 10 объектов. Всего по программе благоустройства в этом году запланировано обновить 89 дворов и 91 проезд. Ирина Сидорова, Михаил Андросов, телекомпания НИКО-ТВ.